здравствуйте это программа открытый диалог с вами николай пивненко 5 октября день учителя учителя даже не знаю празднуют этот день во время практически работы но все равно они конечно же получают какие-то приятные букеты подарки может быть старые ученики которые ждал им давно выпущенные школы к ним возвращаются с какими-то приятными воспоминаниями ну и конечно ученики сегодняшних дней тоже об этом не забывают и все мы вспоминаем 5 октября что профессия учителя очень важна все мы проходили через эту историю так или иначе учитель наставник педагог он нашей жизни присутствует тяжело человеку иногда одному справиться с этой сложной жизнью и поэтому сегодня у нас программа будет посвящена и теме образования многим другим вопросам которые вокруг этой темы существуют как всегда нас в студии очень наши любимые гости уже не поленюсь даже так сказать потому что часто мы встречаемся и говорим на человеческие темы рад приветствовать депутата московской областной думы заслуженного учителя россии почетного гражданина московской области городского округа люберцы действительно члена российской академии образования профессора доктора педагогических наук лид николаевна антонову вот мы решили как можно больше перечислить потому что все в тему все про образование никуда не денешься далее заместитель председателя общественной палаты московской области председатель общественной палаты городского округа люберцы секретарь совета при губернаторе московской области по развитию института гражданского общества и правам человека петр михалыч ульянов здравствуйте петр михалыч но и должен сказать что оба наших гостя имеют непосредственное отношение городском округу люберцы потому что и малаховка и люберцы это два ваших родных скажем так направления ну и если вы помните обычная всегда про день учителя спрашиваю помните ли вы своих учителей кто учил вас на конечно помню и вы знаете вот есть во первых мои учителя дай бог вам здравия я их имею честь поздравлять и и виду руда я этим очень горжусь я помню учительницу свою начальной школе я начинала школе номер 46 которая тогда была номер один но после первого класса надо было как-то видимо было очень большой приток детей все хотели вместе в семье детей и конкретно какую-то группу детей перевели в небольшую школу около вот теперь действующего храма петра и павла на улице советской малаховки и я и мои родители об этом узнали на линейке родители расстроились почему в лиду антонова своих дочь переводит другую школу а вы знаете но нет наверное повезло что меня туда перевели на несколько лет потому что я там увидела очень красивые учительницы и звали ирина федоровна осокина она была молодая с такой красивый пышный косой вы знаете я не в обиду всем другим учителям но вот это для меня символ вот как есть фильм весна на заречной улице вот такого типа женщина красивая и вот я ее все годы но когда могла и встречала встречалась а все годы помню и мне очень повезло на учителей и тех кого я не очень любила или кого я боялась или они были очень строгие но мы учились в обычной школе она не носила тогда ими гимназии как сейчас но мы получили очень хорошее достойное образование которое нам позволило как сейчас говорить стать конкурентными поступить лучшие вузы но и добиться многого в профессиях я так понимаю выпускников много уже как бы известных людей которые связаны с этой школы да конечно всегда одно из первых имен это имя николая добронрава вот который мы потеряли его к сожалению да я помню как еще была ученица нам о нем говорили как выпускники и конечно эту плеяду вот имен можно продолжать но сегодня хотелось бы еще раз подчеркнуть роль вот поэта добронрава вы знаете воспитание людей в россии вот когда-то в советском союзе сейчас в россии потому что выслушав его стихи или песню на его стихи но это в общем программа действий но это часть нас да это вот тоже и лирика кола и патриотик какая-то иногда такие стихи вообще как бы о чувствах до человеческих то чего сейчас не хватает стихи которые человека мотивируют хотеть жить вот вот это главное ну и пётр михалыч вам тоже этот вопрос а вы-то помните своих учителей которые гордятся что вы теперь у нас член общественной палаты московской области еще и главный по общественной палате в люберцах спасибо мне повезло родиться в учительской семье а поэтому традиции педагогического воспитания и уважение к учительству они заложены с детства и тем более профессия она потомственная в семье мне довелось учиться в трех школах их так получилось сейчас много учителей большой долга учителей большой пласт я с большой любовью вспоминаю их и первую школу в 99-м году в которой пошел это был колледж музыкально-театрального искусства которая создала галина полна вишневская да у нас ног родители хотели чтобы мы были музыкантами профессионалами там достаточно интересная была атмосфера в школе я благодарен за творчество под который дала семья и люди которые нас вкладывали и вторая школа которая была в жулебина 1738 достаточно четкая открытая с очень хорошими базовыми знаниями и конечно же моя любимая 11 школа которую закончили мои родители многие друзья семьи и мне повезло что моим классным руководителем была маргарита дмитриевна гутерова она была классным руководителем моей мамы потом дальше мой брат тоже заканчивал эти колледж семейная такая у вас было периодически созваниваемся обмениваемся информацией разумеется приятно всегда спинать галина юрьевна черепанюк того человека который вела общественный пласт работы в нашей школе нашего директора лидии виктор наканевскую которая работала молодец тонну и действительно искренне мы благодарны школе нашим учителям и одноклассникам и тем людям которые работали создавали уют и атмосферу доброжелательную в школе я воспользуюсь тоже случаем сейчас может быть не с одной стороны не очень популярную историю расскажу но дело в том что я в первый класс пошел в риге мои родители там работали и вот еще до того как все события начали стремительно развиваться я туда ездил и представляете какого каково было мое удивление во первых когда я пришел в школу она мне казалось такое огромное я хожу еще что-то большое здание вроде же ничего здесь а мне город вот школа потом я естественно сужая эти рамки я захожу в школу и говорю я вот здесь учился они говорят да пожалуйста проходите на русском языке этих проблем я хожу смотрю идет значит учительница вот и что вы думаете это моя первая учительница мы были у нее первый класс любовь григорьевна и мы пошли с ней через столько лет до и класс вот вы здесь учились это она со мной на вы я говорил почему вы со мной на вы говорите вот конечно же это все воспоминания и желание даже в школу прийти которая ну это часть твоей жизни вот мы когда записываем интервью самыми разными представителями образования ведь это действительно на каком-то этапе школа иногда занимает гораздо больше времени чем но семья потому что надо готовить уроки школьные друзья школьные встречи потом взрослая жизнь и так далее вот тут возникает вопрос еще масса у нас систем образования было до до революционная революционная после революционная советская современно скажите пожалуйста не для канон лекан вот это вот вечное слово реформа образования она все время с нами будет нету такой единой системы чтобы один раз навсегда написали методику и по ней учили ну наверное нет пост почему потому что это как бы отражает это зеркало жизни да если меняется условия жизни людей если меняются технологии если новые вызовы и так далее можно назвать реформами можно назвать оптимизации эффективности знаете по-разному главное чтобы не не вышла не ушла душа знаете вот чтобы например сейчас идет эпоха цифровизации плохо то или хорошо если это помогает человеку это хорошо если это вызывает трудности но может на первом этапе у педагогов больше времени на это тратят или там дети главное чтобы все таки школа была местом диалога живого диалога понятно что сегодня нельзя жить без цифровых технологий что-то можно и нужно делать онлайн и сегодня задача главная школы это мотивировать учиться потому что по большому счету интернет предоставляет возможность учиться не выходя из своего дома но станет ли человек человеком помните баранкин будет человеком он может получить огромную сумму знаний но он абсолютно не будет тем кем бы хотели бы видеть родители общество родина страна это невысокие слова знания получить бывает легче чем стать добрым стать отзывчивым великодушно правильно их применять до нравственным то есть вот 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 о чем речь поэтому предназначение школы это помочь человеку открыть в себе самое лучшее пробудить тот интерес который приведет его к его личной счастливой жизни ведь 5 если человек лично несчастлив то он в общем-то вокруг себя мало кого сделает числе поэтому вот не случайно лев николаевич толстой говоря о воспитании он говорил что воспитание это когда человек умеет хорошо жить и притягивает к хорошей жизни в понимании нравственные духовные так далее людей то есть вот именно сделать человека счастливым поэтому это вечный процесс конечно слова реформа нам немножко уже так режет слух но в этом главное к чему она ведет и все-таки у нее так сказать и конечно результат а вы знаете но вот я учитель с большим педагогическим ставки не одну реформу я могу вам сказать что был период когда я понимала что тот предмет который я преподаю если я буду преподавать строго по тем документами методическим которые нам даны они не будут дети не будут знать этот предмет естественно включала свой какой-то и свое авторство и другие учебники поэтому сегодня как бы стремятся к единому пространству она должна быть едином-едином доступности высококачественного образования но учитель не не будет если учитель будет иметь возможность ограничивать себя только одной книгой одним учебником неправильно в любом случае должен много читать он смотреть за новинкой не должна быть своя методика основанная конечно да поэтому вот надо правильно понимать что такое единое образовательное пространство не только вот что все учатся по одному человеку учебник основополагающий но например там по истории может быть один но нельзя вести урок по любой теме если не привлекать ну давайте вспомним как вы же сами сегодня сказали что были которых не очень-то любили учителя когда учитель по учебнику и ты прям берешь ручку и следишь как она красиво рассказа на хорошо выучила да особенно вот молодые которые иногда переживать ну понятно сразу что это неправильно это учебник это некий методический материал от который нужно отталкиваться а все остальное это твое естество твоего мира педа михалыч а вот тут мы вспоминаем что общественная палата образование общественно это у нас как вы понимаете сам бог велел вот насколько сегодня люди которые занимаются которые присутствуют на заседаниях на совещаниях на этой палаты как сегодня к образованию относятся его же все время вот я опять же этот вопрос вот реформы то убрать то добавить как смотрят за этим в общественной палате вы правильно отметили что общество она начинается со а но это образование разумеется спектр внимания представлен и нам очень приятно что в составе общественной палаты и московской области представлены достаточно серьезные деятели которые развивают наше образование в нашу муниципальную общественную палату входят коллеги которые возглавляют наши общеобразовательные учреждения есть представители дошкольного образования педагоги которые ведут вот у нас представлены те школы до которые сейчас вошли в топ-100 по московской области их форматы которые они применяют и которые они транслируют как на регион так и внутри нашего городского округа и побеждать и побеждают самых разных конкурсах и в единоличных скажем так и в командных как учреждения разумеется показывают внимание которое оказывается разумеется образовательный процесс это наши знания это те внутренние коммуникации которые есть в коллективе между педагогами между родительским сообществом и взаимодействие вовлечение ребята во все гражданские позиции которые присутствуют это и питание оснащение спортивными и рождение пельмени сейчас мы слышали что могут везти и бургеры и разрушение питания и действительно приезжая с коллегами в общеобразовательное учреждение мы часто ездим видим какая динамика какая жизнь действительно в школе становится очень интересно мы ходим по объектам которые строятся новые водятся водятся совершенно новый мир но мы приходим в те школы которые работают уже давно и можем ощущать ту атмосферу которая есть это просто незаменима и это вдохновляет и по хорошему завидуешь тем поколением которые сейчас приходят в школу имеет те возможности которыми они сталкиваются конечно вызовы современного мира существует существуют очень серьезные но приятно осознавать что нынешняя школа и нынешняя система образования готовят наших детей соответствовать духу времени ну вот хорошо мы заканчиваем первую часть на такой положительной ноте но это не значит что вторую мы не начнем с проблемных вопросов договорились напомню что эта программа открытый диалог посвящена она сегодня дню учителя один учителя хоть и 5 октября отмечается но к нему и готовятся а потом в общем-то день учителя он как бы до лета потому что каждый день с учителем до встречается сталкиваются как наши ученики дождитесь продолжения напомню что эта программа открытый диалог сегодня у нас гостях депутат московской областной думы лидия антонова и петр ульянов заместитель председателя общественной палаты московской области и представитель общественной палаты городского округа люберцы пообещал что начнем с проблем но мы следить николаевны часто в программах там где вы с кем-то приходите искать его хорошем смысле в гордом одиночестве мы все-таки не можем не коснуться проблема персонального субъективного если хотите человеческого развития почему потому что действительно программ много а когда мы сталкиваемся с молодыми людьми в но в разных до сферах когда они выходят из школы доходят до вуза кто-то не доходят до вуза мы видим какой-то разный уровень существует этих людей у некоторых напрочь сегодня отсутствует но вот какая-то боль что ли человеческая им как-то так не это почему-то не удалось вложить в душу от чего это зависит ведь вроде бы все входят в школу и могут ходить в хорошую школу но почему-то разные выпускаются выпускники знаете но я думаю что здесь такая большая конечно проблема тема она всегда волновала во все времена давайте посмотрим вот как меняется конкурс педагогические вузы вот я когда поступала педагогический вуз это были какие-то цифры фантастические начиная там от 10 18 как в театрале на место да и выше да поэтому это говорило о том что чем больше конкурс это значит чем больше возможностей прийти в профессию ну хорошо подготовленных образованных людей достойно и достойных не все конечно в ней задерживаются то как всегда бывает но вот я сегодня как раз встречал с молодыми педагогами нашими любезными и вот я им предложила даже если сейчас очень трудно попытаться все-таки добиться успеха в профессии получить от нее наслаждение бывает что из педагогов потом получаются прекрасные журналисты там ученые так далее но вот этот этап становления в профессии очень важно пройти не спасовать а именно не уйти поэтому почему сегодня но к сожалению да вот был период или еще мог быть он как-то к сожалению продолжается когда в профессию стали бы нивелировали сканировали стали но я бы сказала так посмотреть с какими баллами поступают и так далее наверное здесь причина и заработной платы не будем лукавить наверное причина тяжелые условия труда на самом деле они и раньше были нелегкие но сегодня но к сожалению я ведь тоже не только учительную чиновник была многие годы контроль усиливается знаете как говорят более контролеров много сеять или мало то есть над учителем действительно есть контроль хотя сегодня вот большие такие шаги были сделаны министерством образования россии по сокращению количества действительно реальной документации кто который учитель должен заполнить но появились новые варианты цифровые платформы сегодня учителя вот осваивают это направление она не такую не простой им нужно техническая поддержка часто бывает то есть я хочу сказать что учитель это теперь не только профессия которая зависит от наличия доски мела или там интерактивной доски образования и каких-то методических пособий он очень интегрированного внешний мир и и к сожалению может быть он больше времени тратит на заполнение чего-то или участие в каких-то акциях которые нужны чем сколько у него времени чтобы поговорить с учеником сколько у него времени чтобы посетить ученика потому что понимаете вот большие акции такие мероприятия нужны но они не заменят душевного разговора покажу свой домашняя какая туда если понимаете то есть вот найти баланс в чем проблема надо найти баланс чтобы вот все стороны были многообразие не случайно почему сегодня в образовании очень много современных проектов там лидеры образования первые так далее бою могла бы продолжить но вопрос то не в том что нужно или нет пусть эти проекты они нужны но главное чтобы в них было мы не забыли о человеке потому что профессия контактная до профессии контактной профессии еще кому кому не к сейчас самое популярное слово коммуникация мало того вузах даже уже вместе с журналистами готовят коммуникаторов то есть такая интересная профессия это когда ты должен настолько войти то есть ты должен все что угодно вот тебе говорят они не сможете ли вы это ты должен с человеком договориться с любым научиться а для учителя любой ученик это же непаханное поле характер с его вот этим максимализмом и вот тут возникает вопрос уже к петру михайловичу все-таки общественная палата это уже такое государственное в данном случае звучание у нас последнее время пошло много разговоров о всевозможных новых организациях вот движение первых рос молодежь там значит юнармия и так далее и тому подобное я прекрасно помню время я думаю что или николаевна не даст соврать петр михайлович тоже может быть еще что-то там слышал как в один прекрасный день мы поняли что пионерия комсомольцы это все оказывается было немножко не так как нам казалось или как нам рассказывали было я точно помню эти ощущения вот сегодня вроде бы пытаются эти ну не эти а другие движения сделать вот общественная палата участвует в процессе но отслеживания какого-то нужные такие молодежные ученические движения помогают ли они тем же учителям в каком-то другом направлении спасибо за вопрос действительно к сожалению осознать то чувство с которым столкнулись вы при потере пионерии комсомола либо октябряцкого у меня даже сохранился капсомольский билет я не могу потому что рожден в 1912 году когда уже тех движений не было но могу вспомнить свою потребность участия в общеобразовательных учреждениях становление таких структур и как раз тогда в леберском районе в год молодежи 2009 году был создан молодежный парламент общеобразовательных учреждений которые аккумулировал ребят для данной деятельности активных ребят которых поддерживали их одноклассники школы то есть там были настоящие выборы это достаточно интересный процесс через которые активно ребята могли пройти разумеется часто система которая выстроена движение первых распоряжение подписано президентом российской федерации владимир чем путином о создании данной структуры введение такой должности как советник на базе образовательных учреждений которые будут коммуницировать как раз с ребятами с педагогами организовывать формы досуга работы просветительской деятельности отчасти даже уже начально научный но при этом эта сетка которая будет работать по всей стране и ребята благодаря платформе россия страна возможностей это президентская программа те программы которые дают движение первых смогут знакомиться во первых с неравнодушными ребятами по всей стране и там спектр деятельности не только политика этой творчество и культура искусство образование ну конечно деятельность различные модули которые это прекрасные лагеря по тематическим образовательным модулям которые представлены и разумеется все это влияет на качество качество восприятия и развития каждого ребенка и опять же участвуют еще и те же молодые педагоги которые только-только да им тоже легче будет как бы понимать ходить на эту волну и работать и эти условия и возможности которые сейчас создаются и страна имеет возможность давать их для детей подрастающих для молодежи это очень круто потому что в мое детство и юношество к сожалению такой материальной технической базы не было мы придумывали что-то на коленках но тем не менее тоже довольно таки интерес главное чтобы опять же я же должен подлить какого-то чтобы не было какой-то за организованность я же прекрасно помню когда главное желание любого пионера ну который уже подрос поскорее избавят стать комсомольцем чтобы избавиться от этого галстука который уже нет сил носить хотя руки помнят до сих пор наверное именно поэтому потому что нивелировалась сама система да вот этого и сама себя изжила сама себя изжила ничего нового не придумал знаете наверно формализм и дилетантство может погубить любое дело поэтому очень важен подход и этот флаг с которым идут если посмотреть на то же самое движение первых да мы все наблюдали как избиралась эмблема этого движения его название это действительно демократично и голосование было очень интересно как это все проходило некоторые надеялись что пионер таки останется ребят пионер это первый хотя не русское слово но ребята решили именно так это их осознанный выбор и мы понимаем что это сложно организационный процесс можно посмотреть тут мерч да то есть атрибутика в которой они ходят это действительно приятно тактильно современно и круто поэтому это движение она отображает лучшие моменты сегодняшнего времени я уверен ребятам почетно одевать эту атрибутику и нести ее в массу и самое последнее очень коротко я же не могу вас отпустить как представители таких серьезных организаций как депутатская деятельность ли никого 400 лет от гремели еще впереди до нового года будут мероприятия обращаются люди знаете она открыла для меня что вообще в принципе казалось бы много чего повидал на своем веку как говорится да и много что узнала в профессии но депутатская деятельность настолько многогранна она каждый день задает тебе вопрос ты начинаешь думать по-другому ты продолжаешь учиться и все-таки самое главное в ней когда ты реально чувствуешь что ты нужен вот когда ты каждый день чувствуешь что ты нужен что если не ты то конкретно этому человеку никто бы не помог или например да вот сегодня мы не можем решить эту проблему глобальную но мы работаем над тем чтобы ее решить и это вселяет людей надежду очень мне кажется депутатской деятельности это вот как раз в хорошем смысле такой знаете мост который создается между желаниями нуждами и интересами людей и теми кто обязан по своей работе их исполнять и вот чтобы этот мост не был длиной в несколько жизни что все-таки люди могли достичь того что они достойны и хотят но в обозримом были случае а можете быстро когда это необходимо получится ну и петр михалыч и ваша общественная работа знаете общественная палата общественная работа это про обратную связь и обратную связь всего того что происходит и мне очень приятно что в этой обратной связи мы можем быть полезными и переносить пользу нашим люберчанам напомню что в студии у нас сегодня были депутат московской областной думы и педагог с невероятным стажем лидия николаевна антонова за что и спасибо не забывает нас приходить надо как-то вас пригласить по поводу депутатской деятельности поговорим с чем к вам приходят последнее время а также заместитель председателя общественной палаты московской области предвидатель общественной палаты городского округа любимцы секретарь совета при губернаторе московской области по развитию институтов гражданского общества и внимание к искусственному интеллекту по правам человека. А это, кстати, тоже, мне кажется, туда скоро уйдёт эта история. Пётр Михайлович Ульянов. Спасибо вам огромное. Это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания.